Мини-карта В этом масштабе служит и наша программа. Здравствуйте! В эфире снова лодцы киберспорта. Как отличить геймера от про-геймера? Сколько тренируются кибератлеты? И как воспитать в себе профессионала, если вы действительно захотели им стать? На эти вопросы нам поможет ответить гость сегодняшней программы. Ну что, идем на сближение? У нас в гостях самая узнаваемая фигура российского киберспорта – Константин Пикинер, лидер знаменитой Counter-Strike команды Virtus.pro. Пикинер Константин Валентинович. Родился 2 марта 1983 года. Гордость столичной школы номер 506, отметивший присущее Константину стремление к совершенству золотой медалью. Вошел в киберспорт со студенческой скамьи финансовой юридической академии, однажды включив компьютер с народной игрой Counter-Strike на борту. Всего за год Константин преодолел путь от геймера Казуала до капитана профессиональной команды. Ведомая Пикинером сборная и Макс перебирается с восьмой на первую строчку российского рейтинга. И Константин становится самой привлекательной фигурой межсезонного драфта. В 2003-м Пикинер находит команду своей мечты. Ею стала Virtus.pro. Пятерка друзей и единомышленников быстро встает на крыло. Вот уже несколько лет стабильное превосходство Virtus.pro на российской киберсцене вызывает чувство зависти и восхищения конкурентов. А Грув, ник на им кости, недавно перешедшего на работу тренера, превратился в синоним успеха. Причем не только спортивного, но и коммерческого. Ведь уже несколько месяцев как Пикинер берет на себя еще и роль менеджера Virtus.pro. Открыв словарь, мы увидим, что Грув переводится как привычка или рутина. Позволим себе не согласиться с выбором нашего гостя. Человек-привычка — это не про него. Палитра вне профессиональных увлечений Константина расцвечена путешествиями, в основном с командой, стихосложением и, внимание, классической музыкой. Произведение Рахманинова, Шнитке, Прокофьева — для Кости это не пустой звук, а еще один любимый повод одеться в наушники. Кость, расскажи, пожалуйста, о своей тренерской работе, о своем нынешнем качестве в команде Virtus.pro. Для меня это не новое, можно так сказать, что я просто перешел от одного к другому. Для себя лично я делю тренерскую работу на два этапа. Первый этап — это тренировочный процесс, ну а второй — непосредственно, как говорится, в бою, на турнирах. Тренировочный процесс очень стандартно строится. Мы составляем расписание, после чего, если расписание устраивает всех игроков нашей команды, мы переходим непосредственно к самому тренировочному процессу. Начинается все с технической стороны, это такой аспект немаловажный в игре, несомненно, стрельба. Дальше переходим к тактическому аспекту, обсуждаем все возможные варианты нашего поведения во время игры, так как игра меняется каждую секунду, меняется на карте, ситуация игровая, и надо уметь подстраиваться под эту ситуацию, принимать правильные решения, от этого зависит исход игры. Ну и последнее — это фиксация достигнутого результата путем тренировок практических 5 на 5 с командами по интернету. Чаще всего мы тренируемся со Скандинавией, Германией и Англией. А насколько тяжело дался переход из кресла игрока в кресло тренера? В марте 2006 года, в прошлом году, я принял для себя решение, то, что больше я не буду выступать в роли игрока в команде Virtus.pro, а перехожу на тренерскую деятельность, я считаю, что у каждого человека развитие идет поэтапно. Для меня было определенным этапом в начале, это вот именно игровая моя карьера. Теперь для меня следующий этап — это на ступень выше тренерская карьера и менеджерская карьера. Что значит менеджмент команды в современном киберспорте? Теперь он уже напоминает чем-то менеджмент в обычном спорте. То есть у менеджера ряд обязанностей. Первое — это моральный настрой команды и дух команды. Второе — непосредственно его организаторские способности в плане, допустим, приводим пример. Поездка за границу — это достаточно очень кропотливая работа, чтобы сделать ее от самого начала до самого конца так, чтобы игроку оставалось только приехать, выполнить свои основные функции, выступить на турнире, победить и доехать домой, чтобы его голова не болела в это время никакими другими проблемами. Забронировать отель, найти место, где будет команда питаться и так далее и тому подобного. Помимо этого, на менеджеры постоянные переговоры со спонсорами, общение со средствами массовой информации и так далее и тому подобное. Вот вся, которая есть, организационная работа, создание, грубо говоря, лицо. Он создает лицо команды, при этом он стержень основной команды, он дух команды. Вот это лидер. Появились менеджеры, появились тренеры. Это значит, что киберспорт выходит на новый уровень. Но если есть тренер, значит, должны быть и ученики. Планируется ли открытие каких-либо специализированных академий по киберспорту? Да, первой такой весточкой можно обозначить то, при финансово-юридической академии было открыто киберспортивное отделение, которое дает возможность получения именно уже профессионального образования. Пока только по одной дисциплине Counter-Strike, но в дальнейшем планируется расширение, где человек, который пришел, он не тратит годы на то, чтобы познать интересные ему сферы. А люди, добившиеся успеха уже в этом течение многих лет, передают ему свой опыт. И буквально за короткие сроки, в течение месяца-двух, обучают ему то, ну, вещам, о которых он не сможет узнать больше нигде, кроме как от профессионалов, от тех, кто стал чемпионами неоднократно. Распорядок дня команды накануне ответственного старта. Каков он? Первое, что я хотел бы отметить, мы переходим сразу в абсолютно другой режим в плане недели. 5-6 дней в неделю тренировки. Каждый день уделяется тренировочному процессу около 12 часов. Делится на три части. Он – это разминка, потом идет теория и практика. Что хотелось бы вот отдельно, такой красной линией провести, то, что один день – это хорошо, неделю – так можно провести. Но когда ты ставишь для себя цель, скажем, первенства в Европе или первенства в мире, то, естественно, это измеряется не днями, а неделями. И на определенном этапе человек может сломаться или понять, что, ну вот, не так это ему надо. Он может где-то давать себе слабину. И надо понимать одну вещь, что без усилий неимоверных, когда уже ты делаешь это все через «не могу», когда, казалось бы, вот это тот момент, когда игра тебе надоела. Ты делаешь над собой усилия, и в результате работы над собой по итогам ты получаешь заслуженное вознаграждение. Вот это самый, наверное, такой проблематичный момент. Именно это и отличает непрофессионала от профессионального геймера, то есть простого геймера от прогеймера. Возможно, самых искусных, тренированных кудесников мышки можно было наблюдать в марте во время выставки GameX. Специальным рейсом из Южной Кореи в Москву прибыли азиатские варкрафтеры. Несколько тысяч зрителей, которые посетили выставку специально ради киберспорта, увидели мастеров вживую. Для всех остальных – наш видеоотчет о турнире по Варкрафт 3 с рекордным призовым фондом. В российском киберспортивном календаре появилась новая точка отсчета. Март. Павильон Крокус Экспо. GameX Tournament. Турнир получил прописку на одноименной выставке электронных развлечений и поддержал заданную планку европейской реинкарнации, почившей в Бозе Е3. Более того, стал, по нашему мнению, ее главным украшением. Рекордные полтора миллиона рублей, отданные на распил слетевшимся в Москву лучшим киберстратегам, давали основания утверждать – мы стали свидетелями неофициального чемпионата мира. «Приехало шестеро корейских игроков. В Корее Варкрафт – это задача всей нации научиться играть как следует. Варкрафт сплачивает корейские семьи и все такое. Я думаю, что они приехали с коварной целью нас обыграть». «Шай», «Фо», «Фримайн», «Свит», «Фокус» и, конечно же, «Мун». Для посвященного в звездную топографию современного Варкрафта эти ники – суть пантеон богов самой сложной в освоении игровой дисциплины. Впрочем, талант корейских профессионалов был заметен даже глазу неискушенного зрителя. «Сегодня видел, как играет чемпион мира по Варкрафту. И скорее, это что-то сумасшедшее. Человек как пианист. Не видно пальцев». Проверить азиатов на точность и скорость клика должен был единый фронт европейской школы. Бронзовый призер ВЦГ Монца и чемпион СЭК-2007, украинец Михаил Новопашин, известный как ХОД, а также наш Андрей Дедмон Соболев, вывешивший в прошлом году трофей «Коды 5» из самого сердца киберспортивного Востока – Пекина, составляли костяк условной сборной остального мира. Запад бросился показывать все, на что способен. Как итог, результаты первого кругового раунда дали тему для размышлений. А так уж страшные корейцы, как их малюют. «Ну, скажем так, наши сейчас очень упорно играют с корейцами. Один из корейцев вообще не вышел из первого группового турнира. По большому счету наши сейчас демонстрируют чуть-чуть более низкий уровень игры, чем у корейцев, чем сильно радуют». Впрочем, азиаты не были бы самими собой, если бы не мимилизовались. Новый круговой этап прошел уже под диктовку Муна и компании. Хотя сражения до двух побед часто разрешались в нервных концовках решающих третьих партий. В розыгрыше контровой карты не смог устоять перед главным эльфом планеты Муном и перспективный российский игрок Титан. Впрочем, был в том и свой маленький плюс. Сбросивший груз турнирового напряжения, Титан согласился открыть тайну ношения своих знаменитых темных очков. «Мне как-то солнце отсвечивало монитор через окна, и потом как-то решил надеть очки. Ну не знаю, в них как-то глаза не устают у меня вообще. Это во-первых, ну и нравится в них». «Слабо снять?» «Только для вас». Куда большей надежды возлагали мы на Дедмана и Хота. Несмотря на то, что славянские варкрафтеры оказались в одной подгруппе, в плей-офф вышли оба. Опасность заключалась в другом. Андрей и Михаил играли не рискуя, и тем самым их ходы становились все более читаемыми для грозных азиатов. Почему великолепно владеющий орками Дедман так и не сменил расу? Ответ многолетнего российского лидера был неожиданным, но честным. «Дело в том, что я не тренируюсь, и из-за этого решил сыграть своей основной расой. Навыки сохранились, опыт тоже, соответственно, буду бороться до конца». Для Хота четвертьфинальная баталия со знаменитым Андедом Фовом стала настоящей проверкой на скилл. Увы, но при прочих равных Михаила обошла стороной Фортуна. Хоту просто не повезло на первой карте, таково было мнение зрителей. Сам же игрок, как всегда, остался при своем аналитическом мнении. Ему и микрофон в руки. «Я доложил экспанд, отогнал его героя, я задавал темп игры. Но он потом в поздней игре, он воспользовался своим большим опытом. В Корее намного больше сильных андедов и эльфов, и у него этот матчап очень хорошо развит в долгой игре. У меня армия была сильная, но не мобильная. И я не смог просто победить, то есть пройти на экспансии смог, потому что он на острове, и не смог победить его на его базе, потому что он хорошую защиту построил». И все-таки главный приз GameX'ы разыграли южнокорейцы — Фов и Мун. Противостояние Джай Хо Джана и Чо Дэ Ху, пришло время назвать мастеров своими именами, уходит корнями в национальный отборочный World Cyber Games. Менее титулованный Фов дважды перегораживал Муну путь на Олимпиаду, надолго закрепив за собой славу самого неудобного оппонента игрока номер один. «Я и не знал, что русские так хороши в Варкрафте, но турнир меня просветил. Честно говоря, я и результату своему удивлен. Не думал, что выберусь в финал. Тем не менее, получилось. Остался последний матч с Муном. Верю, нас ждет красивая игра». В финале, где для общего успеха нужно было побеждать трижды, показатель APM — количество игровых действий в минуту — впервые за этот уикенд держался на истинно корейской отметке в три сотни. Зрители увидели настоящее контактное противостояние от точных стилей и характеров. В такие минуты понимаешь всю абсурдность формулировки виртуальный поединок. Так заряжать зрительный зал способны только реальные сражения живых людей. На этот раз тверже духом оказался Джай Ходжан. Выиграв первые две карты, но пусть и в две последующих, Мун добивается победы в захватывающей пятой партии. Сравнения с великими теннисными финалами большого шлема вполне уместны. Миллион достается Муну, второе место — Учо Дэ Ху, а на третьей ступеньке пьедестала нас ждал приятный сюрприз. Андрей Соболев все-таки не оставил страну-хозяйку без медали, переиграв в матче за бронзу Ким Суна Сика Ремайнда. Турнир завершен, а вместе с ним и выставка. Ждем продолжения в следующем году, когда на GameX приедут лучшие стрелки в Counter-Strike. Да, чуть не забыли. Отдельное спасибо организаторам и судьям GameX Tournament. Эти парни работали без выходных. Вот такой получился корейский мастер-класс на выезде. Кость, феномен киберспортивной Кореи, Китая, Тайваня тебе, конечно же, известен. Но вот почему в этих странах киберспорт лег в благодатную почву, его приняли и полюбили, а, например, в России, где много замечательных игроков, уровня тех же самых корейцев, мы до сих пор боремся со стереотипами. Потому что изначально в этих странах было уже воспитано информационное общество. Если брать по Корее, то в 99-м году около 9,5 миллионов было пользователей интернета, из которых 20% играли именно при помощи интернета в компьютерные игры. А уже к 2006 году эта цифра изменилась на 33 миллиона, и играющих стало 60%. Если же сравнивать, например, Россию и Соединенные Штаты, Америки, то по последним данным всеамериканского опроса, играющих около 50%, 145 миллионов, причем средний возраст человека, играющего в компьютерные игры, 28 лет. В России, к сожалению, пока средний возраст, эта планка, около 15-16 лет. Плюс немаловажный такой факт, очень интересный, то, что бюджет ежегодный компьютерных и видеоигр в Америке составляет 9 миллиардов долларов США, что превышает доходы... Бюджет голливудской промышленности. Голливудской промышленности, то, что превышает доходы кинопрокатов в целом за год. Понятно, что азиаты предпочитают стратегии. В них они добились наибольших успехов. Но а по твоей дисциплине, на какие города и страны стоит равняться? Где находится мека-каунтер-страйка? Несомненно, никто с этим даже не может поспорить. Это Швеция. Если брать статистику последних лет, то в десятке мира целых три шведских команды. Таким результатом может похвастаться только эта страна. Помимо всего, у шведов есть характерное качество. Буквально за короткий период времени они, собравшись с любым составом из топовых игроков, могут добиться первенства на мировой арене. Это очень сложно, потому что к успеху чаще всего доходят только сыгранные составы, которые долгое время, бок о бок, буквально друг с другом, которые знают все плюсы и минусы друг друга. Вот у шведов есть какой-то профессионализм, бонус прямо у них есть перед другими странами. Честно говоря, мы отсняли столько интересной пленки на Гамикс, что нам было просто жалко ограничиваться одним сюжетом. О том, чем живет игровая индустрия сегодня, а также о ее истоках, поведает наш корреспондент Кирилл Марулин. 12 тысяч квадратных метров в полезной площади. Такой была выставка GameX с позиции обычного игрока в компьютерные и консольные игры. Собственно, за последними и осталось главное слово мероприятия. Переход в царство NextGen состоялся. Нынешнюю аудиторию интерактивных развлечений поделят между собой третья Sony PlayStation, Xbox 360, а также Wii, ведущие игровые платформы от мировых разработчиков, брошенные на рынок практически одновременно. Что удивительно, жесткой конкуренции удалось избежать. Оседлать много полигонального дракона, оставаясь в своем домашнем кресле, или войти в квадрат почти реального боксерского поединка. Этот выбор остается за вами. Нынешние игры способны заставить вас слить несколько литров кота, или же, если вы не гонитесь за победой нокаутом, доставить вам традиционное, чисто визуальное наслаждение. Вспомните, ведь когда-то мы приходили в восторг отрубленной анимации принца Персии, подбирали на пианино мелодию, сопровождающую приключения водопроводчика Марио, мучились от бессонницы, вспоминая шикарные, как нам казалось, видео-вставки второго Варкрафта. Что ж, геймеры тоже умеют ностальгировать. Современное поколение игроков уникально. Оно взрослело вместе с игровой индустрией. Я представляю проект «Игрология». Игрология – это первая в России попытка систематизации изучения игр. Игр – это, на самом деле, громадный культурный пласт, который, к сожалению, остается без изучения практически. Потому что в России есть пока только одна специальность, которая близко к этому хоть как-то подходит. Это в Институте культуры «Мосовик-затейник». Как не смешно это звучит. А первая книга научная о играх, которым уже более 2000 лет, и вообще они вместе с человечеством развивались, появилась в 1939 году того века. Значит, соответственно, есть проект Людолджеру, и в его рамках у нас есть целый ряд инициатив. Один из них – музей игр. Мы считаем, что цифровые игры – это наиболее стремительно развивающаяся отрасль игр. За пять лет то, что было хитом, становится на самом деле уже или хламом, или классической нетленкой, как на это посмотреть. И на самом деле следить за тем, как с 70-го года игры эволюционируют, очень интересно и полезно, в том числе для игровых разработчиков. Значит, на этой выставке у нас стенд порядка 100 метров, и там представлены антологии всего игрового железа с первых игровых приставок до последних, самых навороченных. Плюс, значит, соответственно, наши коллеги из проекта 15 КОПРУ привезли порядка 8 старых игровых автоматов. Кто-то, наверное, помнит такие вещи, как морской бой, ралли и ряд других вещей, на которые мы тратили свои кровные на школьные завтраки полученные деньги. Вот здесь, соответственно, можно поиграть, причем бесплатно. Обзаведясь собственной историей, сфера электронного интертейнмента остается молодой, богатой на сюрпризы и в меру эпатажной. Если вы следите за игровыми новостями, то, несомненно, узнаете, каким проектом посвящены эти стенды и кого изображают девушки. Мы же хотим пожелать вам играть только в лучшее и оставить вас наедине с этим прекрасным видеорядом. Подводя итог, могу сказать, что Гаммикс была, как весьма познаваемая, так и очень шумная выставка. Для зрителей это не критично. Ну а для спортсменов? Вообще, Кость, каковы плюсы и минусы выступления на столь крупных ивентах в закрытых помещениях? Надо понимать, что компьютерные игры – это не только развлечение, но и в первую очередь это зрелище. Именно если смотреть с позиции киберспортсмена во время его выступления, то, конечно, мешает очень сильно шум в первую очередь. И во второй очереди то, что рассеивается внимание очень много посторонних людей, отвлекаешься на всевозможные вопросы и так далее. А если брать положительный фактор, то, конечно же, каждую такую выставку посещают десятки тысяч людей. Помимо этого, много представителей средств массовой информации. Это дает неограниченную возможность в плане общения и дает возможность обмена опытом между игроками разных стран. На очереди у нас комментарий к игре. На сей раз пристально рассмотрен матч по старейшей дисциплине StarCraft Брудво. Наш комментатор Игорь Уткин, более известный как Брюс, постарался максимально погрузиться в материал. Насколько у него это получилось, сейчас увидим. Привет, Игорь. Я вижу, ты весь в игре. О чем поведаешь нам сегодня? И я приветствую вас. Сегодня я прокомментирую игру двух замечательных южнокорейских профессиональных игроков. Один из них — это игрок старой школы Silent Control, выступающий за команду Pantek. А второй — это игрок новой волны. Это восходящая звезда корейской профессиональной сцены. Это Anytime GM из команды Lykov. На примере данной баталии мы сможем рассмотреть несколько приемов, которые есть в арсенале у Протаса в борьбе против тиранов. Ну что ж, поехали. Старкрафт — это величайшая стратегия всех времен и народов. Она была создана компанией Blizzard в далеком 1998 году. Главной изюминкой данной стратегии является ее неповторимый баланс. Несмотря на то, что в игре присутствуют три разные по-свойствам и юнитам расы. Первая раса — это террор. Фактически это люди, так и есть. Второй расой являются Протасы. Это некие пришельцы. Третьей расой получили зерги. Получили название зерги — это мутанты. Изначально вам дается главное здание, в котором можно воспроизводить рабочих. И четыре рабочих. Плюс 50 минералов на карманный раз в ходу. На эти деньги вы, естественно, начинаете строить рабочих до определенного количества. И потом начинаете развитие. В игре присутствуют два типа ресурсов. Первый, и он же основной, — это минералы. И второй тип ресурсов — это газ. Газ нужен для того, чтобы двигаться по технологическому древу. И производить более технологичные, сильные, мощные юниты. У вас, благодаря этому, у вас есть неограниченное количество вариантов развития и способов атак. Для того, чтобы повысить свой уровень, вам необходимо просматривать реплеи более сильных игроков, для того, чтобы понять, что и почему они делают. Обычно их можно легко скачать на множество интернет-сайтов. А также вам нужен спальный партнер, на котором вы будете все это отрабатывать. Почему не компьютер? Компьютер играет одинаково. Он не умеет реагировать на ваши стратегии, на ваши приемы. В свою очередь человек, он проиграет вам раз, проиграет два. А потом он придумает что-то, чтобы выиграть. Соответственно, вы дальше будете совершенствовать свою стратегию. А потом он опять. И это будет бесконечный процесс. Настоящими ценителями Старкрафта являются жители Тайвана, Китая и особенно Южной Кореи. Так как Старкрафт там не просто игра и даже не просто спорт. Это часть культуры. Как в Европе футбол, как в Канаде хоккей, как в бейсбол США. Ну а теперь перейдем к игрокам. Почему мы смотрим replay именно этих игроков? Протас. Протас это Anytime GM. Он из команды Леков. В 2005 году в финале ОСЛ, это самая престижная Старкрафт Лига, он выиграл легенду Старкрафта, боксера со счетом Т-2. И стал на пьедестал. В 2006 году он опять доходит до финала самой престижной Лиги, но проигрывает уже со счетом 2-3 небезызвестному Рэднаде. Рэднаде стал первым игроком, который получил золотую мышь. Это значит, что он выиграл самую престижную Лигу трижды. Сайлент Контрол. Сайлент Контрол является одним из дальнейших игроков. Очень сильный, достойный игрок даже сейчас. А раньше он постоянно был в десятке лучших игроков. Он часто доходил до четвертьфиналов, полуфиналов, финалов Лиг. Чтобы именно выиграл какую-то Лигу, это я припомнить не могу. Зато дважды, что очень сложно, проходил на ВЦГ от Кореи. И, например, забавный факт произошел на ВЦГ 2005. На сборочных Кореи он проиграл к Селосу со счетом 2-0. После этого он очень был расстроен, подавлен этим поражением, и он подготовился. Подготовился на финал, и когда они встретились с Селосом в одной 16-го финала, Селос был повержен с отчетом 2-0. Поскольку Селос был чемпионом 2004 года, соответственно, все ожидали от Сайлент Контрола, что значит, он теперь выиграет в ВЦГ. Потому что у европейцев уровень, он ниже, он ниже, да, он ниже. Вот, и... Но в эти планы, в эти планы вмешался обычный русский Иванушка, точнее, Андрей Курхьянидзе, выступающий под ником Андроид. Вот, он разгромил корейца со счетом 2-0. Игры были быстрые и в одну калитку. Очень мощно расправился, но, если честно, это не значит, что наш игрок играет намного лучше, и даже, что он играет лучше. Просто он подготовился, он примерно знал, что будет делать его противник, и готовился к этому заранее. Вот, и наказал, наказал корейца, и занял на этом ВЦГ второе место, проиграв другому корейцу фору 2-0 в финале. Хотя он мог и выиграть, если бы немножко побольше постарался. Так, старт, старт, как только вы показали. Фундаментальные моменты этой игры я уже успел вас посвятить, а теперь перейдем к развязке данной баталии. Посмотрим на нее с профессиональной точки зрения. И вот мы в игре. Данная партия интересна тем, что Терран пошел в Fast Expand. Это вторая нычка, так по сленгам говоря. Делал он это в следующем. Построил в Factory, когда делалась перестройка, заказывает Common Center, потом делает танк, осаду, осадное положение, сеть шмот. И после этого делает инжиниринг вот в этом месте для того, чтобы построить туретки. Туретки это... Они одновременно и стабиляют по воздуху, защищают от воздуха, а также являются детектором невидимых юнитов. Вот. Энни Тайм, в свою очередь, пошел с одного барака с радиусом делал драгунов, потом сделал поздний дроп дарков на седьмой минуте, прилетело два дарка, порезало немножко тут рабочих, порезал только один ниндзя, поскольку второй не успел катапультироваться из шаттла, который был подбит вот этими самыми туретками. В итоге один ниндзя тут набрил немножко, но и тоже был беспощадно уничтожен. В это время Энни Тайм поставил экспант здесь и поставил экспант здесь. Соорудил вот такое количество бараков, это 10, я вам подскажу. Поставил две форжи и начал делать апгрейд на атаку и апгрейд на броню. Вот так он окружился строениями, поставил две фотонки, в ультуры. Вот эти самокаты, они не могут заехать и настабилять рабочих. Вот. Теран пошел с двух баз, не заказывая рабочих, как вы видите, то есть в ущерб экономике, то есть у него был плюс в экономике, и он его реализовывает в войсках. Он заказывает одни войска, подъехал, зажал в узком месте Протоса. Протос, в свою очередь, сделал шаттл, и сейчас он будет выбивать. Поскольку Теран не успел поставить минки, тут у Тоса есть некоторые шансы, то есть, ну, хорошие. Вот он, драгуны стоят полукругом, расстреливают и вультур, и туретки. Зилоты добежали до танков, танки взрывают сами себя, то есть один стреляет по одному, другой по другому. И вот с новым подкреплением из десяти бараков «Энитайм» отбивает эту атаку, что очень-очень плохо для Терана, поскольку у «Энитайма» лимит 100, а у «Энитайма» лимит 58 в этот момент. Как видите, рабочих нету, и заказывается только в «Арморе». Пять фэктори у него стоит. Вот тут они у него. По биндам. В бинды там горячие клавиши. Тут можно увидеть, чем пользуется Теран. И вот он заказывает третью базу. Теперь он вынужден заказывать уже рабочих, но он уже отстает от «Протаса», у которого апгрейды 1.1, лимит 120, у него 3 экспанда, и пошел в четвертый. Посмотрите, как «Протас» ограждается пилонами. Это для того, чтобы вультура противника не смогли проехать его рабочим и уничтожить их, поскольку вультура бьет 20 по рабочим, как по маленькому типу юнитов. А у рабочего 20 щитов, 20 жителей. Соответственно, 42 выстрелов. Уходит в мир иной пробка. Из-за этого нужно вот так зачищаться. И Канитайм делает это очень удачно. Значит, сейчас 5 вультур проехало на мейн, ставят вот так, делают мину. Рабочих Канитайм спасает, уводит всех рабочих, и 5 вультур смогли убить лишь 2 пробки. Объезжают они бараки. С этой стороны встречает Ригуна 2 зилота, и здесь еще бегут зилоты. Без потери отбивается Канитайм. Лимит у него уже 139. Здесь лимит 71. Достраиваются еще 2 фактории. Достроилась вторая армори, но армор не заказывается. Делается плюс 1 к атаке. Это значит, что танк в осадном положении, в сейдж-моде. Он будет бить не 70, как он бьет сейчас, а 75. Когда танк не разложен, он бьет 30. Вот еще 4 вультурки наставили здесь минах, и, видимо, поедут на мейн. Но на мейне у Протаса вот доделась потонка. Четвертый экспант у Протаса уже работает. Экономическое преимущество у него налицо. И он его закрепляет в юнитах. Доделываются апгрейды. Лимит 179. Здесь зилот забежал в рабочих, и у него киллс-3. Подъехали в ультурки, отомстили за своих, и начинают минировать подходные пути для того, чтобы, во-первых, мины могут уничтожить определенное количество войск, в основном это зилоты, или гуны тоже умирают от мин, если с ними нету обсервера. Поскольку мины, естественно, невидимый юнит. Вот. В ультуры заехали, но, кроме как нескольких пробок, они здесь ничего не смогли найти из-за потонки. Ну и погибель нескольких своих собратьев. Вот. И сейчас Протас начинает зачищать себе дорогу. И собирается атаковать Тирана. Грейды уже 2-1. Сейчас доделывается второй на армор, и драгун уже бьет 24. А зилот 16 плюс 4, это 20. Врывается Протас. Очень, очень много его. Практически лимит. Лимит — это максимальное количество войск, которое может построить игрок. И это как раз и есть практически максимум. Тут уже пошли заказываться хайтемплары. Также доделается апгрейд на Пси-шторм. Это электричество. Вот. А здесь продолжаются бои. Сайлент-контрол пытается отчаянно отбиваться. Но бараков слишком много, экономика слишком сильная, юнитов слишком много, и они постоянно подбегают. Здесь вот поднимается наверх. Вот новый отряд выдвинулся, и сайлент-контролом ничего не остается, как написать «Будгейм» и выходить из игры. Итак, это был я, Брюс, он же Игорь Андреевич, специально для программы «Лотцы киперспорта». Удачи вам! Костя, ты мог бы задать маршрут, нарисовать ту самую «Лотцу», то есть путь движения от непрофессионала к профессионалу? Все начинается с простого увлечения компьютерными играми. Чаще всего это дома, либо в компьютерном клубе. После чего, если человек чувствует в себе силы и желание добиться чего-то больше, он попадает в команду. Здесь, на его пути встают такие проблемы, коммуникабельность, отдача и именно игра не на свой личный результат, а игра на результат команды, что очень немаловажно. После этого непосредственно естественно будут какие-то результаты и как только человек добивается определенных высот, становится следующая проблема. Так называемая звездная болезнь. Через эту ступень тоже надо перешагнуть, но в конце, наверное, или, может быть, в середине, так скажем, пути взойти на пьедестал сложно, но еще сложнее удержать лидирующие позиции, то есть остаться на этом пьедестале. Хорошо, а какие дальше возникают трудности? Сразу же перед командой встает трудность в поиске организации, которая будет заниматься всей внеигровой деятельностью. На этом этапе есть два самых главных таких претендента. То, что прецедента, то, что команда не всегда способна дать то, что хочет организация, ну а, соответственно, организация не всегда обладает теми возможностями и теми условиями, которые необходимы для команды. После чего, если устраивает и то, и другую сторону условия, они начинают сотрудничать вместе. На этом этапе появляются следующие препятствия. В жизни киберспортсменов появляются не только турниры, соревнования, появляется также общение со средствами массовой информации, общение с поклонниками, постоянные всевозможные фотосессии, промо-акции, шоу-турниры и так далее. Очень много выездных поездок. Все это выбивает из графики? Все это, да, выбивает из графика и тут уже требует от человека не только игровых навыков, но и навыков, которыми обладают люди шоу-бизнеса. Наша программа хотела бы дать некий инструментарий для родителей, чтобы они могли понять, что именно хочет их ребенок от компьютера просто играть или все-таки получать с его помощью спортивные результаты. Что у тебя есть сказать для этой части аудитории? Дайте возможность в первую очередь вашему ребенку попробовать свои силы, вместо того, чтобы постоянно бороться с его увлечением. При этом не забудьте самое главное постарайтесь разбудить в нем чистолюбие. Я вас уверяю, буквально через несколько поражений он сам придет и повесит мышку на гвоздь. Если же в нем будут видны явные успехи, то постарайтесь поддержать его в этом начинании и пусть он попробует развить в себе талант киберспортсмена. Ведь сотни миллионов играют в компьютерные игры, а такой базой могут похвастаться только самые известные виды спорта. Готов подписаться под каждым твоим словом. Кость, спасибо огромное, что выкрал для нас время. Может быть, напоследок пару слов для твоих поклонников, глядя прямо в камеру. Самый главный поклонник это, конечно же, моя мама. Хочется сказать ей отдельное спасибо за ее понимание и за то, что она меня поддержала с самого начала моего профессионального киберспортивного пути. И отдельное спасибо ребята вам, те, которые поддерживают нас каждый турнир, которые болеют за нас. Ребята, без вас не было бы этих побед. Итак, в гостях у программы побывал Константин Пекинер, который помог нам посмотреть на мир электронного спорта глазами самого игрока. На этом все. Программа Лоции Киберспорта и я, Михаил Лисецкий, говорит вам до свидания. Держитесь своего курса. Увидимся. Здесь как-то начинает путь внизу. Тяжелым тренировкам будь готов. Эй, сынок, у свой урок. Пока еще не лучше на земле, ты отдаешься полностью игре. Тяжелый случай, но он научит. Субтитры создавал DimaTorzok Бог Расскажется на свет Киберспорт.